Мы, все общество, не идем на Майдан, что у нас лекарь получает зарплату 5 тысяч гривен. Почему мы не идем? Мы не знаем, что он не 5 тысяч получает. То есть мы один одному в лице, каждый сам себе что-то выгадал, какую-то сказочку. Миша, извините, я как врач могу сказать. Подождите, Миша, смотрите. Просто люди же не понимают самого главного, что когда врач не умирает с голоду, то есть он получает всего 200 долларов, а остальное зарабатывает на вас, то тогда, если вы здоровы, он умрет с голоду, это раз. Какие у врача есть возможности заработать? А, послать вас в лабораторию, получить процент. Послать вас в аптеку, получить процент. Послать вас к коллеге на УЗИ, получить процент. Поэтому вы же платите больше. Лучше отдайте эти деньги сразу врачам. И я же до чего это все ввел? Что нужно, чтобы общество перестало быть один одному, знаете... Какой замечательный руководитель парламентского комитета. Вот это керевец Дзентлова, нужно его уничтожить. Потому что у нас сегодня, про 49 статтю Конституции, она очень хорошая, и не нужно отменивать. Но забыли там одну речь. Там написано, что там безоплатная медицина. Не безкоштовная, а безоплатная. Шановные, мы все с вами каждый месяц в своей кишени за эту медицину платим. И сегодня та трансформация, которую мы сегодня пытаемся сделать, она каже про иную. Она не говорит, что нужно с вас начать еще додатковые деньги, брат. Мы говорим, дайте нам возможность, эти наши деньги, которые мы с кишени достали, поделить нормально, чтобы и на зарплату лекарей достойно, чтобы лекарь себе заработал столько, сколько он может заработать, а не столько ему общество с государством сказал, она тебе 5 тысяч, иди там... Криминалист!